Движение при использовании остеопатии в положении лежа на животе. Здесь у нас задействована затылочная кость, вот она, две теменные косточки, и швы между ними, вот шов между затылочной и теменными, и продолжение шва между двумя теменными. Работаем то же самое, рука на затылочной кости и на теменной, и осуществляется движение, одна идет вовнутрь, другая наружу, одна осуществляет давление, вторая как бы идет вверх по очереди. И работаем точно так же, по несколько секунд, до 20 секунд работаем с каждой косточкой, и опять возвращаясь к двум теменым. Вот, и не просто движение, а движение осуществляется с таким вот энергетическим настроем, что вы как бы энергетически стараетесь надавить на вот кости их сдвинуть, хотя реально их движение друг по отношению к другу будут минимальны. И опять легкие движения, идущие от родничка, вот темени, к шее, направление поглаживания, и опять работаем. Вот можно повторять такие движения, такие упражнения, где-то до 20 минут в течение дня, и осуществлять это самое близкое, самое частое через день, не чаще. Можно немножко реже, все зависит от того, как переносит ребенок. Если ребенку нравится, у него нет никаких таких вот негативных ощущений, это можно делать через день. Все.